Майк Киннен Легендарный канадский хоккейный тренер выиграл со своими командами два важнейших трофея мирового клубного хоккея – Кубок Стэнли в НХЛ в 1994 году и Кубок Гагарина в КХЛ в 2014. Перед началом сезона 2017-2018 годов в КХЛ был назначен главным тренером клуба из Шанхая Кунь-Лунь «Ред Стар». По ходу сезона стал его генеральным менеджером, 3 декабря 2017 года ушел в отставку с обоих постов, но сохранил место в структуре клуба в качестве исполнительного члена Международного координационного совета. Очень хороший вопрос, почему я поехал работать в Китае. Люди часто мне его задают. У меня до сих пор есть желание и силы делать то, что я делаю, и это у меня в крови, в моем ДНК. Я хотел продолжать свою тренерскую деятельность и не хотел упускать возможность, которую мне предоставила китайская команда Кунь-Лунь «Ред Стар». Конечно же, настанет такой момент, когда мне придется уйти на пенсию, но пока что я не готов это сделать. Программа рассчитана на 5 лет. Она в итоге должна привести китайских хоккеистов к Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине. Здесь очень много игроков из Канады с китайскими корнями. У них определенно есть все, что требуется для хорошей и профессиональной игры в хоккей. Я думаю, что получится научить других китайских игроков, как правильно играть в хоккей и развить в них ту страсть, энтузиазм и физическую силу, которая так необходима в этом виде спорта. У китайцев в запасе 5 лет, а не 5 месяцев или 5 недель. Это программа, не 5 месяцев или 5 недель. Мне кажется, что некоторые команды из КХЛ уже достигли уровня НХЛ. Если взять команды, находящиеся в топе КХЛ и команды, находящиеся в самом низу НХЛ, то по уровню своего профессионализма они будут стоять практически на одном месте и будут конкурентоспособными. В определенной степени можно сказать, что КХЛ достигла уровня НХЛ. В Канаде в НХЛ играет 7 команд. Это бизнес-модель и таким образом ведутся дела. Но у нас в Канаде не настолько большое население по сравнению с Россией, чтобы мы могли поддерживать большее количество хоккейных команд. Возможно 8, но это предел. Как я уже говорил, население нашей страны не так уж и велико, а наша страна находится на втором месте по своим размерам после России. В России живет порядка 150 миллионов людей, а в Канаде около 35 миллионов. У нас большая страна, но в Китае в разы больше. И вот в этом потенциал развития проекта. В прошлом сезоне они уже играли в плей-офф, и это был их первый опыт. Я надеюсь, они продолжат в этом же духе, улучшая свои навыки. И идут глубже в плей-офф, чем они сделали в год. Хороший вопрос, но можно смело назвать любую команду из США и Канады, которые в свое время играли в «Инхейл», и ты не ошибешься. Но не только из этих двух стран, конечно же, еще и стран, которые входили в состав Советского Союза. Но самый знаменитый игрок – это Уэйн Грецкий из Канады. Без каких-либо сомнений, это была игра, против команды Советского Союза в 1987 году летом. Кто-то может со мной поспорить и сказать, что это была игра 1972 года, но Тихонов тогда, в 1987, подготовил свою команду очень хорошо, и они показали высший класс. Они сыграли с результатом 6-5 в трех матчах. Две победы в пользу Канады, одна в пользу СССР. И это была последняя игра, когда команда Канады играла против мощной русской команды.